Спряжение глагола – это изменение глагола по лицам и числам. Проспрягаем с вами глагол «спать». Первое лицо – единственное число «я сплю», множественное «мы спим». Второе лицо «ты спишь», «вы спите». Третье лицо «он спит», «они спят». Во всех личных формах окончание у нас ударное, всюду пишется буква «и», в форме третьего лица множественного числа пишется окончание «яд». Делаем вывод, что глагол «спать» – это глагол, относящийся ко второму спряжению. Проспрягаем с вами глагол «пить». Первое лицо «я пью», «мы пьем». Второе лицо «ты пьешь», «вы пьете». Третье лицо «он пьет», «они пьют». Во всех окончаниях пишется гласное «ю», в форме третьего лица множественного числа пишется окончание «ют». Делаем вывод, что глагол «пить» относится к первому спряжению. Таким образом, спряжение глагола можно определить по ударному личному окончанию. А вот если окончание глагола безударное, тогда спряжение мы можем определить по инфинитиву или по неопределенной форме. Начнем со второго спряжения. Ко второму спряжению относятся все глаголы, оканчивающиеся на «ить», например, «строить», «клеить», кроме двух. Глаголы «брить» и «стелить» относятся к первому спряжению. Далее ко второму спряжению относятся всего лишь 4 глагола на «ать». Это глаголы «гнать», «держать», «дышать», «слышать» и 7 глаголов на «едь». «Смотреть», «видеть», «ненавидеть», «зависеть», «терпеть», «обидеть», «вертеть». У глаголов второго спряжения в личных формах в окончании пишется гласное «и», в форме третьего лица множественного числа окончание «ат-яд». К первому спряжению относятся уже вышеназванные глаголы «брить», «стелить» и остальные глаголы, которые не оканчиваются на «ить», кроме 11, относящихся ко второму спряжению. У глаголов первого спряжения в окончании пишется гласное «е», либо в форме третьего лица множественного числа окончание «ут-ют». Посмотрим, как это работает в предложениях. «Мама хлопочет целый день». В глаголе нечетко произносится окончание, появляется орфограмма, надо узнать, какую букву мы напишем. Для этого нужно знать, к какому спряжению относится данный глагол. Ставим в инфинитив «хлопотать». Глагол оканчивается на «ать». «Не относится к тем четырем», а мы помним «гнать», «держать», «дышать», «слышать» – это второе спряжение. Значит, глагол первого спряжения «хлопотать» – и значит, мы должны писать в окончании букву «е». «Мама хлопочет целый день». Другое предложение. «Ты приклеишь рисунок?» Опять у нас появляется орфограмма. Ставим глагол в инфинитив «приклеить». Глагол оканчивается на «ить». Это глагол второго спряжения. Значит, мы должны написать букву «и».